Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова В сентябре того же года московские газеты заговорили о пинежской бабушке. Она выступает в зале Политехнического музея на заседании общества любителей этнографии при Московском университете. В Москве Кривополенова познакомилась со своим земляком, никому неизвестным еще в то время Борисом Викторовичем Шергиным, студентом Строгановского художественного училища, будущим писателем. Выезжают Кривополеново и Азаровское и в другие города. Марью Дмитриевну Кривополенову по праву считают одной из самых ярких сказительниц русского севера. В ее репертуаре были былины, скоморошины, исторические и лирические песни, духовные стихи. Послушайте сказку Марии Дмитриевны Кривополеновой «Лисица и петух». Лисица и петух Идет лисица, и сзади ведь пустыни, не пила, не ела, а тошно и захотела. Увидала петуха на высоком древе, стала его прельшать, стала его называть. «Духовно ты, дитятко, красота твоя несказанна, брови твои, как у соболя, очи твои, как у сокола, шочки твои, как маковцы, спустись ты на земелку». Петух ослушался на ейной басни, с ивенки на ивенку, с кустышка на кустышок и спускается на земелку. А лиса тошно и сходится, целком хочет петуха проглонуть. Она и схватила его в когти. Он говорит лисе, «Спусти меня, петуха, лиса, я бывал в Даниловом монастыре, записали меня в попершики. А хочешь, запишу тебя в просвирни? Там мягкие просвирки да сладкие орехи». Лиса захотела в мягкие просвирки да сладкие орехи и упустила петуха. Он взлетел на старое древо, на высоко петуха, да и запел ей «Мать и лисица, мягкие ли те просвирки, сладкие ли те орехи?». Лиса пошла, забыла, где я не бывала, а эко-гостраву не видала. Как пристремил ей петуха, на тей голодом идти.